Вы учителя? Ну ничего, ничего, подойдешь, подними руки. Не надо никогда оговариваться. Сказали подойти, тогда до раз подошли. Внимательно смотрите. Прошла неделя, это уже срок достаточно. Две недели это акклиматизация. Вот это называется бачок. Как называется? Бачок. Как называется? Бачок. Я-то не вижу, товарищи, это он спрятался, вытаскивай. Его все время надо тащить. Как называется? Теперь смотри, ты приходишь пить. Вот я сейчас подошел. Вот это называется краник. Повторить. Краник, который открывает воду. Так перпендикул он поставил, а уже нечем утечь. Почему? А все в тазике. Сколько раз приходил, вот так вот открыто, и вода течет, и течет. Ты набрал, поверни поперек. И вниз. Вот сколько раз в день захожу, столько раз, вода вот так вот повернута. Даже вот так вот. И вот так вот течет вода. Почему он напился? Зачем дальше вода-то? Вода не нужна. Понимаете, это... Я не знаю, как, какое именно-то. Шармачи какие-то. Ему говорю, что у него совершенно стеклянелый взор. Я говорю, поперек. Он даже не слышит. Вот этот краник поперек. Приподнять его, и потом вот так. Понятно? И вниз тоже еще. И притом никого не найдешь. Прихожу, вот, знаете, еще вот, я вижу последний пил, вот этот. Ни под каким видом не сознается лживое племя. Эту воду несут оттуда. Люди умирают без воды. Вы видели в фильме, показано как? Десятки тысяч людей умерли, умерли. Вспомните фильм. Я легенда. Говорит, умерли все, никого нету. Шесть миллиардов умерло. И вы еще не понимаете, не слышите. Попел. Попел и что сделал? Это прокинуть. Если налил сколько, выпей все. Сюда не выливай, никуда не выливай. Повтори, что сказал? Выпей все. Вот смотри, вот я наливаю, люди. Ну, налил я тут полный, я сейчас уже пить не хочу. Перекрестился. Все. Трудно? У нас там в лагере было, бочок стоит на скамейке. А это все не пол, а земля. Пыльная земля. Смотри, тазик уже, от очистой воды сегодня налились только. Это уже сколько воды. Это племя должно исчезнуть. Они не должны жить, эти люди. Я это абсолютно точно знаю. Бог будет уничтожать. Здесь будут люди жить, как Смирнов говорит, лучше нас, которые будут. Лучше, не горлохваты. Вот эти двое сегодня палец на палец не ударили. Полностью без завтрака лишаются. Первый раз наказывают. Напротив стола будет стоять. Ему разницы нет. Его уже корежит. Люди из-за воды умирают. Бью сонасмерть. Из-за колодцев Исаака было сколько скандалов. Копать так трудно. Мы начали работать первый мостик. Там, где завезли все. Я проехал, узнал в деревню, кто Устиновый пасут, Глушково. Там одна коровенка, янчук и, главное, барабаш. Всех предупредил. Где первый мостик? А вот по трассе и первый перевал. Правильно. Мы туда завезли камень вчера и прочее. И начали натягивать внутри, по воде, по дну проволоку. А она не цельная, одна с другой связанная. И вот так вот концы торчат. А корова-то не видит, она проходит. Ей вымя сразу оторвет. Она насыпила, она не остановится. И дальше она не понимает. Я предупредил всех, проехал. И скажете, а вы уверены, что не будет? Не совсем уверен. Потому что пастухов некоторых я не видел. То ли спет, то ли что. Я проехал по всей деревне. Заехал к батюшке, подтверждение получил. Предупреди всех. Неделю, в которой мы работаем, вторая неделя бульдозер придет. Пока мы там не закончим. Но везде, когда в городе что-то работает, перекрывают. Прохода нету. В другом месте переход делают. Подземные как-то. У вас этих детей вот такие гибнет, как тараканов. Везде. Я статистику прочитал в милиции. Говорят, это не полное. Речь идет о десятках тысяч погибших детей. Я еду, гляжу, велосипед валяется. Я говорю, что сейчас двух ребятишек задавило здесь. Задавило настость. Они не жили, а отжили. Почему? Потому что вы не признаете правила, которые установлены жизнью. Дальше сказали работать. А что за работа? Кожурки собирать. Кожуру, которую даже не шкурить. Кожурки в коем-то день не добрали. Эти сразу залезли на козла, сели и сидят. Руки в карман. Вот эти двое, выйди сюда. Второго вытащи сюда. Дайте пояснение. Почему они стали работать? Девочки только приехали, ничего не знают. Они понимают, шкурку показали. Они собирают кучу, эти сразу сели. Все. Им нужно тринадцать смотрищиков. Вы понимаете, что люди, которые не работают в мире, пузатые буржуи и другие, это паразиты. Но паразитов делают родители, он был маленький. Человек должен иметь несколько специальностей. Сейчас окончат экономист, юрист. Они никому не нужны. К нам сюда поступила заявка поселиться полторы тысячи семей. Полторы тысячи. А приехали только трое, остался только один. Один пишет, у меня два высших образования, но делать я ничего не умею. Да зачем ты нужен, паразит такой? Он ничего не умеет. У нас, знаешь, Лёва, Польгуев. У него образование, я не знаю, какое там, семь классов, училища. Его хоть куда поверни. Он любую машину, все ремонтирует. Отписчиков, Володя приезжает. Комбайн на ноги поставит. Он все умеет делать. Ну вы знаете этих людей, о которых я говорю. Образование-то у него не в образовании, а он нужный. Вот сейчас Роман, малыш. Как бы не Роман, нам бы вот это не напилить, лес не привезти, клён. Дальше не застрить. Машину нам никто не... Все заняты. А он работает. Пошел, сказал, машину дадите. Я говорю, даю. И вчера он мотался и туда, и сюда. Да машина с капризами, там тормоза. Через какое-то время надо быстро успевать сделать, иначе воздух уходит. Мы вчера все сделали, благодаря Роману. Понятно? Да. Я вас не спрашиваю, почему вы не хотели работать. Вы такие и есть. Но в Писании написано, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. А у коммунистов был лозунг. Кто не работает, тот не ест. Все это сходится. Поэтому я не хочу грешить кормить вас. Вот выйдем из-за стола и посмотрю, будете ли попроситься на работу. Я вас не буду искать на работе. Вы меня будете искать. Пошли, все, них ворос отвезли. Готовятся к костру. Эти убирают, этот там, этот. Так. Понятно? Да. Никита, тебе особый разговор. Научись экономить. По-хозяйски. У нас, мы что-то там ремонтировали. Представь себе, у меня лежат дорогие, сороковка, доски обрезные. Шесть метров. Ну, а рядом такие обрезки. И вот, нам потребовалось там закрыть окончик, вот такой обрезок. Он берет наживовку, подходит, к шестиметровой доске отпиливает. Я говорю, ты в уме или нет? Когда шестиметровая доска, она уже на пол не погодится. У нас помещение шесть метров. От этого, который вот, надо такой, а вот такой лежит, так не отпили. Зачем на эту, которую ты делаешь, не обрезную? Обрезная, это она идет везде. Вот она обрезная. Видишь, как обрезанная. Обрезанная доска. Хоть куда. Но этот, на ваш смысле, где? Она не обрезная. Неправильно делать. Не обрезная доска эта. Это грыбыль. Не обрезная? Нет. Ставят на месте. Марина, прикрой, пожалуйста, кастрюлю. Хватит водички. Вот теперь смотри. Обрезная-то или не обрезная? Не обрезная, она как у попала бы. Смотри, это пила прошла, обрезали. У нее цена в два раза дороже. И таких три доски прибито уже. Нет, не обрезная. Никита, пожалуйста, возьми доску. Сходи еще раз вместе с ним. Проверь, обрезные и не обрезные прибиты. А-то выдержит взят. Ну, пройди, пройди. Я взял у тебя из-под вор. Из рук это вырван. Видите как? А почему? Человек без отобеззвателя это что? Выпивка, наркотики и все остальное. Я вот сколько уже бьюсь, не первый год и ничего не могу переломить. Ты нигде копейки лишние не потрать. Они так вот и не руки в тесте. Она сейчас пошла на улицу, стерла руки. Нет, она я в плашне. Вот и знает уже. Заплату пришей. Вот сколько у меня заплат здесь? Посмотри внимательно. Погляди. Сам пришиваю. Я на брики за 10 лет ни копейки не потратил. Поэтому я такой богатый. Половина дела заработать. А второе научить жену, чтобы она рукавом не растрясла эту половину. А то уметь экономно пользоваться электричеством. Зайдешь, матушке горит день и ночь. Десять лампочек. Зачем день? Не знаю. Ну это мы для съемки включили. Вам понятно? Жить надо экономно. Кто ни во что ставит мало и мало, по малу придет в упадок. Иисус Сирахов. Тут копейка, там копейка. У русских как? Все и сразу. А евреи по копейке, но всегда. И поэтому они богатые. Немец богатый. Он даже одна пушинка во дворе. И он сыну наказывает. Пушинка пролетает, что ты ее... Он идет в армию, у него уже счет открыт. А у нас придет из армии, еще года два ходят в китель, в шинели. У него надеть нечего. А почему? А он живет на широкую ногу. Один и сразу. А это дурь. Мы как учились. Отец инвалид войны, вот у него хоть... Докуда у тебя рука? Не вижу. Где Малина? Ни женушка, ни же локтя. У него вот так вот нету. И нас не один, а 10 живых ребятишек. И всем надо ума дать. И мы знали, как это. Малина собрали. Никто нас не учит. Мы сразу на столе ее раскатали. Бабушке, через дорогу наша бабушка, это отцу спорят. Ровно каждому. И вот поэтому умеем экономить. Это вам маленький урок. Ты поняла? Да. Вам нужно особенно. Где нет мужской руки, где много ребятишек, нужно жить очень экономно. А тут сколько недоеденного, надкусанного. Это все имеет значение. Звоните. Спасибо, Христос. Хочу вас, собственно, надо. Так, эти доски оторвешь, перебежь, какие надо. Оторвать. Игнать, мы для этих нужд-то и взяли эти доски-то. Это доска. Где вы нашли эту доску вообще? Это не моя доска. Да, подожди, минута-то. Почему? Там она. Не надо. Обрезные на это не идут. Любая необрезная, и на щельник набьешь. Зачем заступаться? Ну, что заступаться, если... Никита, возьми сюда, пожалуйста. Дайте сейчас. Мы брали это не обрезную, это попалась такая обрезная. Мы брали это не обрезную. Я объясняю. И вы не обрезали ее. Я могу дисковой пилой так же ровно сделать, и она лучше. Мы не делали это, не делали. Это он делал. Там, на заводе дяди. За это платили. Делают какой-то душ, и на него такие доски. Вы умеете, нет? Да-то нормально. Эти доски, вот они идут туда, вот она доска, везде, куда не поверни. И не надо говорить даже. Даже у вас одни были эти, а сколько у него там девчонки натаскали старый досок, там поло лежит. Любые доски, режь, она... Это на забор уйдет еще. На забор пускай идет. Обрезные не трогать, поставь себя за правило. Если ты заступаешься, значит, такой же самый. Ну, конечно. Я никогда на это не дерзну, чтобы... Обрезную доску. Еще головой крутишь. Зачем крутишь головой? Каждый раз. Я говорю, заматерился, но тут нельзя. Так нельзя. Я тебе дело говорю. Обрезные доски, вот они, видишь, как они обрезные. В любом месте заткнуть, что угодно можно сделать. Ну, видно, как это дело-то. Экономит во всем. Господи, прости и помилуй. Я святил Давид, твоя слава истинная молитва. Аллилуйя, аминь. Во слава Божию. Доски тебя оторвать и дышать, вы не имеете. Слепая вода. Да, садитесь. Поверьте, садитесь. Вот так, садитесь. Вот так, чтобы увидели, как едят люди. Поверьте, садитесь. Поверьте. 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 вот что главное предупредил не работает встаньте около этого как наркоманы садятся как на горшок первый обычно бывает человек на кашу может я буду работать а это нет его разницы никакой нет он знает что есть не будет я предупредил и ни один рта не раскрыл у меня же всякие люди и дети были так другой прямо мимо не дают пройдет но я буду работать махнул руку иди работай сядь за стол допустим где провинился или тебе говорю три горящих или без первого ладно я лучше без первого ну и сиди я думаю ладно лучше накажи как правило я такого за храбрость прощаю у него не наказания нет и поел ну вы знаете это все которые были вон смотри на его рестор так что были щадящие тебе нужна шоковая терапия сейчас я сказал если будет он в чашке вот так вот перебирать гонять это где то сразу отнимать чашку и за стола его он есть не хочет не толкай его за дедушку ложечку за бабушку ложечку за мамочку ложечку его ложкой колбу и за стола я говорю вам это ваши дети вы приехали не случайно наш лагерь это уже крайняя мера когда люди едут уже дальше некуда идти мне родители говорят если вы уже не поможете то мы не знаем что сделать надо сделать седьмого этажа выкинуть родного сына второй раз развожусь из-за него я говорю это лично другая была бабка если он так был здесь я ему ноги отрублю топором я говорю баба с кем он дома выпивает там 11 лет а он хвалится мы с мамой вместе выпиваем и вместе курим вот я ты ему ноги собралась рубить это вас надо наказывать вот он если бы он в нашей семье был где наши как мы воспитывались он бы никогда таким не был только увидел где что работать сразу бежит подхватывает а он абсолютно безразличный везут хорост он взялся сзади а толкать не будет идет просто так толкает только сказал ему опять идет держится чтобы не отстать он абсолютно не хочет работать никак он жевать не хочет уже одна мне пишет вот сейчас ест как охота а подумал это вставать надо за компьютера а холодильник на кухне это пять шагов туда шагать потом подходить к холодильнику дверку открывать да потом жевать надо я махнул его и лучше не буду это такой труд надо делать то дойти и холодильник открыть это ну ради смеха тебе жалко его? нет так? не против? ну вот все в обед у них аппетит будет другой после позавтракаем работу будете просить подходить к старшему дайте мне работу работу просить надо биржа труда люди приходят устраиваются на работу по специальности а другой не ждет специальности любую работу давай почему? мне есть нечего вот начинаешь говорить я говорю вот смотри вот отец а вот это вот ребятишки вот трое и достали булку хлеба кому в первую очередь дать все кому? ребятишкам умерли все съели дальше что? первым делом накорми отца чтобы он мог пойти найти работу и чтобы теперь каждый день будет заработок первым делом кормильца накорми а этот как кажется он может лежать на палатах он может травы наварить там пень гнилые тучели пни гнилые толкли мороженое картошка и два брата акробата и два брата акробата Илья это не смешно Я начинаю с Никиты. Игрушечку захвати следующую. Игрушечку захвати.